В ближайшие выходные в Владимире состоятся Игры Патриотов. Что это такое, что ждет зрителей и участников, сегодня мы поговорим в студии. Итак, я представляю вам технического организатора Игров Патриотов Илью Кехтера. Илья, добрый вечер. Добрый вечер. А расскажите вообще о самом формате. О каких играх и о каких патриотах идет речь? Сейчас мы уже можем говорить о спортивной дисциплине уже три года, как экстремальный бег с препятствиями, является официальным спортом и проводит соревнования России, Чемпионата мира и Европы. Поэтому сегодня это полноценное спортивное состязание. Из себя это представляет бег пересеченной местности, дистанция от 5 до 7 километров. Во Владимире дистанция будет почти 6 километров с препятствиями разной сложности. У нас будет представлено 20 препятствий, как природного явления, рвы, броды, переправы, так и сделанный человек специально для спортивных соревнований. Основные это рукоходы. В этом году у нас представлено два формата, в отличие от предыдущих. Это индивидуальный зачет, раздельная женщина и мужчина и командная гонка из четырех человек. Также впервые будет два зачета. Это скуба мужская команда и смешанная команда. В смешанной команде это девушки в любом количестве. А как в других регионах развивается это направление? Развивается очень активно, появляются специализированные спортивные клубы, предназначенные именно для тренировок этой дисциплины. В основном преимущества рукоходами, которые представлены в других залах очень мало. Естественно, впереди это Москва, Петербург и Екатеринбург. Там, наверное, и площадки гораздо больше, чем у нас. Появляются действительно и стационарные площадки, которые работают круглогодично, как тренировочные базы. Естественно, проводить в таких условиях соревнованиях становится легче для организаторов. Но энтузиастов много. И проявить себя в творческой точке зрения при проектировании и сооружении разных препятствий. Так и со стороны администрации и других спортивных федераций появляются интересы и внимание. Как и в этом году. Большое спасибо администрации Владимирской области и администрации города Владимир, которые с радостью поддержали данный проект и приняли непосредственное участие в развитии и организации. Но пока мы говорим о единственной площадке во Владимире, да? На самом деле нет. Во Владимирской области в прошлом году проводилось соревнование на базе Доброграда. Несколько лет назад в суды, где проводились подобные состязания. Во Владимире одна? Во Владимире одна. В этом году единственная. В чем ее особенность как трасса? Трасса в пойме реки. Во-первых, влажность, ветер, перепады высот. И отличительной особенностью является наличие мотокроссовой трассы, что создает горки на короткой дистанции, ноги забиваются. Но это интересно, особенно в самом начале. То есть чем разнообразнее сам ландшафт, сама площадка, тем интереснее и зрелищнее будут игры? Конечно, для участников в первую очередь важно разнообразие. Стартов становится больше, препятствий видят чаще, поэтому все разнообразное и интересное притягивает. Несмотря на оперативные организации соревнований, буквально за две недели у нас уже зарегистрировалось на данный момент более 200 участников. Преимущественно это город Владимир и область, но и ближайшие регионы активно принимают участники. Иваново, Москва, Ногинск, даже из Минеральных вод у нас есть участники. Расскажите о нашей Владимирской группе. Кто уже давно в этом спорте, кто только начинает? Насколько они действительно приверженцы этого вида спорта? На сегодня действительно не так много приверженцев, как вида спорта. Для многих даже профессиональных спортсменов в этом году стало открыто, что это официальная дисциплина. Многие не представляют, что это такое и задают вопрос, а что экстрима, а нужно ли там драться, с чем справляться и так далее. Но есть участники, которые с первого года принимали участие и видели, как проекты «Игры патриотов» развиваются. И отмечают, что в этом году действительно заметно даже по предварительным анонсам, что проект вырос, что стартовый пакет стал более богатым, разнообразным. Включает в себя футболку, медаль финишера, горячее питание. Также представлены будут и палатки с обогревом. На трассе мы предусмотрели точки с открытым огнем, опять же, для быстрого получения тепла для участников. Наверное, по итогам получим какие-то дополнительные отзывы и учтем на следующий год. Какие особые навыки нужны? Может быть, какие-то особые прокаченные дисциплины для того, чтобы стать участником? Наверное, привилегированного класса спортсменов назвать нельзя, потому что он включает в себя беговую подготовку, функциональную подготовку, силовые упражнения, ловкости, гибкости. Поэтому разнообразие препятствий уравнивает спортсменов из разных категорий. И этим интересно как раз посмотреть так называемые зарубы между классовыми спортсменами. А кто придумает, разрабатывает те самые оригинальные препятствия, чтобы было интересно и зрелищно? Основа, конечно, уже распространена. Есть, так скажем, база препятствий Федерации бега с препятствиями. Порядок 60-70% базы имеется. Но как раз остается вот эти 20-30% для творчества. А здесь уже включается как раз команда, которая работает непосредственно и выстреливает, когда кто. Ну вот ваша непосредственная функция, она как раз в этом заключается? Разработать такие или просто вы как организатор? Мы соединяем все ипостаси подготовки. Кто ваша команда? Команда основы это администрация Владимирской области в среде департамента физической культуры и спорта. От администрации города активно принимает участие в управлении физической культурой и спорта. А также наша компания на поролом непосредственно коммерческую часть представляет, которая занимается рекламой, дизайном, продвижением данного проекта. Если про индивидуальный зачет все понятно, да? Кто первый прошел, тот и победил. А вот как быть с командой? Ну и в индивидуальном зачете не все так просто. За непрохождение препятствий предусмотрен штраф в виде 15 бёрдпи спортивного упражнения. Оно учитывается в общем зачете. Но в основном это скажется на потере времени, поэтому здесь определить действительно будет проще. В командном зачете предусмотрены два вида штрафа. Это уже упомянутые бёрдпи за непрохождение. А также участники между препятствиями должны передвигаться все вместе, держась за канат. То есть быть действительно командой и выравнивать уровень всех спортсменов. То есть не так важно иметь самого сильного спортсмена, а самую ровную и сплоченную команду. И за потерю как раз канат предусмотрен штраф в виде двух минут. То есть нужны и крепкие мышцы, и рук, и ног. И при том, что здесь и сами, так сказать, габариты размеров самого спортсмена тоже принимают участие. Ведь надо быть и быстрым, при этом нельзя быть сильно тяжёлым. Совершенно верно. На каждом препятствии разные группы мышц и разные навыки будут важны. Но и очень важно иметь крепкие нервы, не срываться нас с командников, уметь их поддержать, уметь дождаться и выждать, когда нужна пауза. Это тоже очень важно. Почему интересно посмотреть эти игры со стороны? Во-первых, это очень зрелищно. Препятствия вызывают интерес с точки зрения, справится спортсмен, не справится, в каком виде поможет. А во-вторых, приятно смотреть, когда кто-то окупается в грязи вместо тебя. Это тоже, да, повлечённость представляет, но, опять же, лучше не ты. Ну и, конечно, спортивный интерес, много твоих друзей и спортсменов принимает участие, и, конечно, ты будешь болеть сильно. Эти игры складываются при любом раскладе погодных условий. И чем они хуже, тем интересней. И да, и нет, но перегибы, конечно, плохие для организаторов. Очень скользкая эта травмоопасность. Мы как раз на днях буквально убрали водные препятствия, посмотрев на погоды, что действительно очень большая вероятность, мы не готовы так рисковать спортсменами. Убрали несколько очень скользких участков, которые как раз, опять же, могут вызывать много микротравм. Всё-таки безопасность на первом месте. Зрелищность, тяжесть, конечно, здорово, но учитывать безопасность нужно. Опять же, мы должны отметить, что, как организаторы, мы застраховываем каждого спортсмена. И, в отличие от многих стартов, этот вопрос в этом году организаторы полностью взяли на себя. Каждый спортсмен будет застрахован. Для него не будет никаких дополнительных финансовых затрат, а также организованных. Какие условия будут организованы для зрителей? Ведь туда же надо ещё и добраться на это место. Да, действительно, городской пляж находится недалеко от центра. На автомобиле буквально 10-15 минут можно добраться. Также с полдевятого предусмотрен специальный транспорт, который будет работать от городской остановки под мостом. Каждые 20 минут он будет делать рейсы до места проведения. На самой площадке предусмотрена точка питания, тёплая палатка, работа сцены с музыкальной группой, а также интерактивными развлечениями. Трасса также устроена так, что есть хорошие точки обзора, которые позволяют, не выходя буквально со стартового городка, 3-4 препятствий видеть и быть причастным непосредственно. Есть ли ещё возможность заявиться в индивидуальном зачёте? И в индивидуальном и в командном зачёте возможности ещё есть. Свободные слоты доступны к регистрации. Регистрация закроется завтра в пятницу в 12 часов дня. Как это сделать? Куда обратиться? Либо на сайте Russia Running в поиске «Бить игры патриотов» и там зарегистрироваться. Либо в группе ВКонтакте «Гонка 33». Там вся информация, условия и ссылки тоже доступны. Илья, остаётся пригласить наших телезрителей и рассказать им, где и когда точка сбора. — Городской пляж города Владимира. С 10 часов мы приглашаем всех зрителей. Старты начнутся с 11 часов дня и до 2 часов вам будет обеспечено хорошее настроение, много энергии и улыбок. Приходите, все ждём. — Ярких зрелищ, видимо. — Я напоминаю, что у нас в студии был Илья Кехтер, технический организатор экстрим-гонки «Игры патриотов». Если вы ещё не знаете, что это такое, тогда стоит прийти и посмотреть самим. — Совершенно верно. Приглашаем.